МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Ну что ж, год назад в этой же студии я нещадно критиковал журналистов за лень, бездарность и инерцию. За неумение и, главное, нежелание что-то делать, почему-то учиться, а развиваться. Прошел год. Что же выросло из этого брюзжания и дребезжания? На свет появился проект, медийная лаборатория, медиалаб, как мы его называем. Журналист и междусобойчик с амбициями Чингисхана. Он родился из ничего, вышел из ниоткуда, из пустоты, без шума в эфире. Три недели руководители омских СМИ, в главе с московским медиаэкспертом Александром Шельгиным, общались с коллегами, омскими студентами, всеми медиозависимыми гражданами. Рассуждали о будущем коммуникаций, рождали тревогу, запугивали, подбадривали. Да, работая над этим проектом, мы допустили немало организационных ошибок, нам не удалось перевернуть мир, взорвать устоявшиеся устои, но, хочется верить, мы отправили несколько скромных сигналов мирозданию. Первый. Этот проект носил принципиально некоммерческий характер. Это очень важно. Руководители СМИ, у которых и своих забот предостаточно, участвовали в нем абсолютно бесплатно. Исключением не стал и хедлайнер Александр Шельгин, который в перерыве между мировыми форумами Юго-Восточной Азии, Америки, Каннах, заскочил в Омск на огоню. Эти люди тратили время, энергию, только для того, чтобы показать новичкам в профессии, что и в Омске есть площадки, хотя бы для начальной самореализации. И второе. Мы вместе весело посмеялись над распространенными стереотипами, что эти демонизированные омские группы влияния, эти элиты, бьют друг друга смертным боем при любом удобном случае и совершенно неспособны к диалогу во имя чего-то хорошего. И с точки зрения обывательской логики, правительственный 12-й канал просто не может работать в одной связке с оппозиционным Поляковским МКР-медиа, партизанским холдингом сенатора Галушко и зловещим суперомском конспиролога Ткачука. «Это невозможно!» — говорили они. А между тем каждый из перечисленных согласился участвовать в проекте, даже не задумываясь о том, в чем же его выгода. Осень богата на медийные события, закончился Медиалаб, прошел фестиваль социальной рекламы «Пора», впереди всероссийская телевизионная премия ТЭФИ, которая впервые пройдет в нашем городе. Подключайтесь, событий хватит на всех. «Это было мое мнение». Станислав Жоглик, главный редактор газеты «Деловой Омск». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин